Всем привет, сегодня у нас в выпуске Мидван, и играть он будет на Керри Клокверке. Всем приятного просмотра. Привет, ребят, Мидванчик, карьера которого немножко застопорилась, были у него жизненные трудности, когда-то был очень сильным мидером команды Team Secret. Все его боялись и относили Мидванчика к ряду мидеров, которые прям самые потные на планете. Но пересел он на разные роли, играет сейчас просто в удовольствие, возможно даже стримит. И сегодня в его исполнении Керри Клокверк. Чисто кайфарик, Мидванчик. Чисто кайфарик еще улутил. Надо было чаржить Клока, попытаться. Может, остановил бы как-то его. Но там сложновато. Плюс ФБ. Но попытаться можно было. Вара душный, щитком просто бежит. Заметьте, врагов Дарксира и Спиридврекера на одной линии, у них оба 30-ые тиры. Посмотрим, как они залейнят, интересно. Клокверк очень необычный герой. Бывают такие драфты, когда ты прям на Клоке можешь прям уничтожить статовый персонаж. Касаемо Керри, не знаю. Посмотрим, что Мидванчик покажет. Может ли этот герой быть Керри. Но в целом Аганим какой-то потенциал дает. Вот, об Аганиме попозже. Чуть-чуть. Хотя, что попозже. Аганим у вас снижает просто вам КД на ракетке очень сильно. Третий скилл, там, КД 4 секунды всего, по-моему. Просто пуляете, пуляете эти ракетки, пушите линии, очень быстро фармите. Много магического урона. При этом при активации Аганимной способности у вас много атак спида. В ваших когах, там, 200+. То есть, представьте, там, Верку или Урсу. Вот, примерно, то же самое делает Клокверк в когах. Ну, Аганим, там, докучим. Все усиливает. Чуть попозже подробно разберем, что к чему. И Клокверк вроде как хорош против милишников. Особенно хорош, да? Если брать именно лейнинг стадию. О, сейчас можно, кстати... Я думал, он его сейчас прям расхарасит, но решил крипов добить. Не терять крипчиков. Нормально. Первый скилл пукает под себя просто и постоянно дамажит мини-оглушение, сбивает кастные способности. Очень удобно играть Клоком против Шейкера, который не может кастануть Физуру для второй, если Клокверк под ним. Барыч, кстати, разбегается, тут же останавливается. Кмем на Клокверк работает против этих героев. Есть у него сейчас Коги. Сразу же взял. Я думаю, против рейнджовиков на линии можно даже взять ракетку. Просто, чтобы рейнджа контролить. И подбивать, там, сколько? Восемь стороны? Да, восьмидесяточка. Оббегает. Так. Тиньк, тоньк. Ставить, вправо, старифанулся, чтобы ракетка, первый скилл чисто по ДСУ проходил. И плюс скилл. Там Бара моргнул, кем пошел банить. И по итогу ДСУ забрали. Казалось бы, как. В итоге Дарксир просто ситуативно вкачал стяжку. А на ДСУ ты сейчас редко. Но вообще тут на этой линии можно Сюрдж брать. Но, как правило, ДСУ беру себе именно вакуум. Редко я вижу, чтобы ДСУ брал. Просто с Барой, как бы, можно накидывать на него еще точек. И Бара там может как-то вот Сапа просто душить, бегать на линии. Ну, на четвертом, на четвертом берется. Там просто у вакуума много урона. Соточка сразу по двум может зарядить. Когда очень большой. Вот. Ну, все уже, да, попозже появится. На четвертом левеле, я думаю. Хочешь снова агрессировать, отходя сразу же от... О, он пеликает на Бару, говорит, тут мужичок застрял. Но урон какой-то большой. По слову, цели. Много. И он разогнаться не может на Баре. Он разгонится тут же, и он даже не может кастовать анимацию разбега. Гениально пикнул, получается, Клыка. Ну, либо повезло. Вообще, Медван, насколько я правильно понимаю, он сейчас играет много на уфлейне. Вот, и он хорошо переагрил крипов. То есть он понимал. Хороший опыт на уфлейне. Ну, да. Знал, кого нужно брать. В целом, так же можно клока пикать действительно в сложную линию. Но знаешь, что? Вот в сейфлейне у тебя, если ты играешь за силу света, у тебя всегда линия под тобой стоит. А если ты компетом забанил, и сильно линию не пушишь. И самое, что забавное, Дарксир такой герой, который пушит лайм на тебя. И получается, ДС никогда не может стоять под своей вышкой. Как, допустим, какая-то анимма. Вот против аниммы Клокверк на линии будет плохо работать. Вот, по поводу керри потенциала. Он там поставил себе блейдмейл. То есть нужно придумать шмотку на разгон. Но в целом, я думаю, Клокверк может нормально фармить и без какой-то шмотки. Чисто монориген можно взять, фалькон. Там можно ворчить, попробовать пойти. Часто играть на хваке через арщит. Если линия сложная, кольцо потом с выходом вг. Может быть даже в обисово. Так, подтянули. Батарейка под флона Барра, ты ведь фон остановился. В итоге Барра не смог ничего сделать. Я стик, даже нажимать не придется. Ну, много урона. На втором левеле каждый тик, который проходит, ну, примерно, там, пол... Каждые полсекунды, каждую... Ну, да, примерно полсекунды намажит 45. То есть урон в секунду под сотку уже на втором левеле. И работает скилл 10 секунд. То есть ты выбиваешь там почти 700-1000 магического, не учитывая резисты. Не оставайтесь против Клока, Соленова. Надо было пулить им, наверное. После первых смертей. Аганим можно купить на разгон, да, если прям очень хорошая линия, вот как у него 5-0. Там можно просто влупить в себя аганимчик. По поводу первой способности, как можно сказать, она периодически тикает, оглушает врагов. Если цель 1 много урона по ней, если целей много, то сплитится. Батарейка, да, это уже не так эффективно. Поэтому нужно цеплять 1-2 таргета максимум. Плюс по крипам эта способность наносит x2 урона. Поэтому на Клоке, насколько я знаю, по Рошану этот скилл работает. Можно забирать Рошана. Плюс вы очень быстро фармите лес с этой способностью. Все-таки очень много тиков. И качка прям большая. А с аганимом, что примечательно, первый скилл, он работает по местности. Там радиус очень небольшой. Но если навестить на первую способность Клока, мы видим кружочек. Такой вот. И вот в радиусе этого круга по местности работает. То есть все будут останется. Тудайс прилетел на x2, как я понимаю, то, что халява. Ну и Клоке сейчас будет 6-й ждать. Пока он ждет 6-й, можем прерваться на небольшую рекламную паузу предновогоднюю. Да, и скоро вернемся. Вот бывает, играешь себе паблик, смотришь на трентра и своей команды, и понимаешь, что как его не наряжай, нормальной елке не получится. То ли дело новогодняя елка у тестиков, где за каждое пополнение баланса вам даются уровни. А к каждому уровню прилагается бесплатная сокровищница, которая содержит в себе крутые предметы. Например, за последний уровень можно забрать БП сотового левела или даже попытаться получить аркану на раззора. А если вы человек искушенный и хотите коллекторку, то можете забрать 1, 5 или даже 20 в новой специальной сокровищнице. И это уже не говоря про то, что в новых новогодних заданиях от тестиков можно получить еще больше подарков за каждый новый полученный уровень. За последний, кстати, дают аркану на Вайда. А за время прохождения можно спокойно забрать все топовые арканы, причем не за несколько тысяч рублей, а всего за пару сотен. Переходи по ссылке в комментариях прямо сейчас, активируй наш промокод, и ты гарантированно получишь 15% бонус к выполнению и 25 уровня БП бесплатно. С Новым Годом, ребят. Что, возвращаемся к Дарксиру, можно переключиться на нетворсы. Огромный нетворс, 3500, но опять же 5 киллов. Хорошо, прям поставил свою линию. Вот что значит залог успешного пика. Слушай, он тут даже на Дарксире, он все же нажать не может. Все же требует анимации какой-то минимальной на ДСе. Он замахивался, сейчас она не получается. Ему просто первый скил отменяет. Посмотрел я описание скилла, интервал тика первого скилла, 0,7 секунд. То есть вы примерно там 13-14 раз тикаете за первый скил. И по крипам, учитывая, что урон двойной, 95, то есть почти 200 дамеджей за тик, и тиков больше 10. То есть первый скил по крипам наносит 2000 плюс дамеджа. Это я прям даже по минимуму взял, на два косаря. Насколько этот скилл эффективно можно использовать, чтобы фармить. Вот как раз у него... У тебя стоит настройка про к дамеджу, допустим, он ударил там, и урон пишет. Кстати, я сейчас посмотрю, я даже внимания никогда не обращаю. Ну вот, да-да-да, 79, да-да-да, 79. Есть, есть. Да, вот, и обратишь внимание на первый скил, и он будет дамажить, получается, по 190. По крипам с каждым чеком. Это как-то просто очень много. Как мне кажется, именно для фарма крипов. Ну поэтому иногда клока уфлайн пикают. Знаешь, что еще хочу добавить? Аганим первой шмоткой это круто. И ракетка в целом стоит очень мало. Но я бы, наверное, не покупал бы аганим прям ранний-ранний. Купил бы какой-то промежуточный еще монорегионайт. Потому что уже хочется нажимать ему первый скилл. Прямо постоянно. Он работает 10 секунд, когда дашится 18. То есть вы по кд им можете спамить. Видимо. И вот, если заметить, тик сейчас будет прокать. Да, там 190. Да, да, да. Ну пишет так. Но это реально очень много. Зафармил пачку нейтралов и зафармил пачку лейн-крипов за первый скилл. И вот уже хочется заново нажимать. И вместо того, чтобы таскать себе какие-то кларетки, я думаю, что Клок... Тот герой... Фалькон нет, вот соу ринг. Там один какой-то герой был, он тпшит сейчас топ. Испугался, видимо, герой. Выиграл линию, конечно, седьмым левелом. Ты, в принципе, на любом керриче можешь тпш найти. Так вот. Надо постакать. Надо постакать, раз огнем ему дает... Подтянули. Нам нужно было бежать и нажимать коги. Удачи, разыгнался. Он уже просто не может убежать без вариантов. Просто Клокверк это ад для саппорта. И пока в саппорт не купит себе форстав. Там при хорошем раскладе минута 18-17. При плохом позже 20-й. То Клокверк будет просто съедать любого саппорта, потому что дэмэджа много. Вот, вернемся к теме Аганима. Посмотри, какой маленький монопул до покупки этого мультимейтора, бакойнт бустера точнее, у него мана было вообще 400. Там пару раз скиллы нажал, и уже мана нет. И вот Клокверк тот самый герой, на котором вместо Фариконнера Мандриген нужен Солринг, потому что он в целом больше мана дает. Нажимайте Солринг, ультимативную способность, и потом просто пуляйте ракетки. Потом нажимайте Солринг, качайте спот какой-нибудь с первым скиллом. Посмотрим, будет ли проблема с маной у него. Все-таки Базилка и Кларития присутствуют. Много ним невероятно тайминговый, конечно. Да, 8 киллов. В его команде 11. То есть все киллы практически его. Пока что у него там с тиммейтами. У него эмбер прям жесточайшим образом наелся. Нет, это не эмбер наелся. Это просто Лина большая. Кириллина? 4-700. Я думал, Лина против эмбера стоял. Там тени против эмбера. Такие необычные пики. Против иллюзинистов в теории вы можете на Клоке играть через Академ какой-нибудь Радик Шиву. Опять же, первый скилл работает по местности. Не такой большой радиус. Я раньше думал, Клокер тебе римба в нагу и в Пэлла. О, чардж. Здорово. Просто корм. Реально корм. И батарейка еще работает до сих пор. Вот, и я потестил. Ну, радиус объективно очень маленький на первом скилле захвата. Это делается для того, чтобы ты в коках закрыл юнита. И даже если там несколько героев или крипы, или иллюзии, ты типа вот так вот поддамаживаешь. Снова нападает. Ой, да я сейчас плотно сыграл. И иллюзию постелил, чтобы раскликнулось, да? И вытолкнул еще вакуум. Вакуумом Клока. Но этого недостаточно. Я тебе четко буду знать, кого нужно брать, когда вижу пару с дарктиром. Смотрится очень сильно. Да, и ДС на сюжет, знаешь, хочет бегать, а тебе пофиг. Все, гадим, готов. На 10-й минуте он его купил. Пронесет где-то на 10.35. Качает кэмп. Вот мы смотрим. Просто за счет способности он может спокойно два компа выформить. Там надо было на линии бежать, потому что там нет крипов. Еще точек уже больно бьет. Ну да. Так, весьма ощутимо. Там Тинни уже бежит, да? И он заранее поставил Коби. Молодец. Понимал, понимал. И Аганим готов. И вот теперь есть Аганим, конечно. Монопул стал больше, до почти восьми сотен подрос. Какой прирост интеллекта? Углока небольшой, полторашечка за уровень. Аганим много дает. По 300 маны. Вот, теперь летит на базу. Получается, активирует эту способность. Нет. Я думаю, стоит ее активировать. Но по-хорошему, чтобы команда форсила драки. Какие-то. Ну-ка. Где-то драка будет? Нет, нигде нет драки. Нет. Все, он активировал Аганимную способность. Она работает. И КД на ракетке 3 секунды. Даже они 4. Я ввел немножко в заблуждение. И просто по всем фронтам он раскидывает эти ракетки. Вот уже полетели они в бот, в топ. Вот они его простанили. Бамс, бамс. И вот сейчас мы обратите внимание, он по линии попал двумя ракетками. Тремя попасть невозможно. Но двумя, если хорошо кинуть, там радиус захвата получается. И у первой и второй ракетки зацепят. Вот, и сколько длится? 13 секунд длится оверклокинг, Аганимная способность. И по-хорошему нажимайте ее тогда, когда вы фармите лес. Потому что первый скилл вам даст куча, куча, куча тоже фарма. Потому что он работает сразу по всем крипам. То есть даже можно подчистить 3 компа. Не стал даже, он тут какой-то долгой ТП у ЦМки. Но он тут за Линой охотится. Лина, здорово. Не нажал Аганимную способность сразу. Но нажал, чтобы последнюю тычку дать. И... Пошли ракетки, но его тут должны забирать. Где он застрял, где-то по... Фрусов текстур, застрял. Видишь, он немножко потерялся. Я думаю, многие бы потерялись. Потому что он вроде как хотел длину поймать, а она резко выбежала на него. Он нажал фукшот вместо спала, фукшота. Ого, они тут в сопли драку проиграли. Ну что ж, что нужно делать на клоке? Учитывая, что этот оверклокинг увеличивает, усиливает каждую способность. И первую, да, на радиус. Вторую дает 200 атак спида. Третью КД на ракетках снижает. И ульту тоже оверклокинг бафает. Длительность хукшота по оглушению, она растет на 50%. То есть наполовину, да? И радиус еще больше. Поэтому нужно нажимать эту способность до хукшота по-хорошему. Ты не попытался убежать? Не получилось. Вот, и из минусов, когда эта способность заканчивается, она восстанет. Поэтому имейте в виду, что через 17 секунд вы будете застанены. Надо подрубить уже скилл. Зев, 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 ты тут? Ты че? А у него КД, по-моему, было, нет? Да. У него вроде КД было. Да, у него было КД. Просто когда клок прокликал, там уже КД не было. Ладненько, пошел снова в вражеский лес смотреть, чистить. Можно всю карту просто осветить этим скиллом. Напоминаю, одна ракетка дамажит 200. В теории можете двумя зацепить это каждый раз. То есть по 400 нюкать каждые 3 секунды. Ракетки отправляются на пачки крипов. Чтобы фармить быстро, вам нужно иметь хороший Нейтворс. Но с Линой, как мы видим, он вообще не конкурирует даже с таким количеством убийств. Блин, вообще сумасшедший персонаж. Сейчас в плане фарма с чем-то. Я сейчас так подумал, это же компетитив в доте. Разве не может быть суперкрутая игра с Клокверком Керри, когда ты покупаешь быстро себе аганим, пикаешь суперактивных героев. Вы просто не даете вообще врагам нигде спрятаться. Вы светите их по всей карте. То есть вы всегда можете бегать с ними и убивать их. Не до сих пор, не использовали это никогда. Ой, живет, тикает просто по двум героям, но по итогу погиб. Но какой ценой? Лина сдохла. Хорошо. Главное, чтобы Лина погибала. Зевс, ты куда, брат? Зевс просто... Слишком сильно, видимо, расслабился, думает. Но тут Клокверк затащил уже каточку. Да, в таких катках ты же не знаешь, чего ждать. То, что Клокверк там наделал кучу киллов, это вообще неподказательно. Потому что ДС уже потихонечку камбэкает, у Эмбера все плохо. Блина, космический Antwars имеет. Но благо у них есть Doom. Может быть, это вообще изначально план был таков, что Doom керри. А он на Клоке оффлайн. Мы просто линии пересвапали. В принципе, сейчас такая грань размытая. Но он много качается. Хотя и Doom тоже много качается. Пусть все фармят. Так, вот теперь нажал оберклокинг. Первый скилл, куча так спида. Просто посмотрите. Тык-тык-тык-тык. Мэтт Гай какой-то. О, выжил. Добили. Пошли ракетки. Слишком много, ребят. Делается. А плотность не хватает. В этом еще Мекка уже УДС есть. Но уже становится играть не так легко. В Нембри Нубик какой-то. Нереально вообще. А он выжил. И теника убил за это. Он все-таки отправился в таверну. Тут Рубик. Нормально. Байбайклся в итоге, добил там фисами. Да, было бы лучше, конечно, если бы Рубик этот болт бы не зарядил. Тогда Эмбер бы вообще всех убил бы. Он триплкилл бы получил. Триплкилл. Он на кириллице. Короче, русская раскладка там или английская. Вот третий скилл. Просто по мапе кликаете на него и по мапе. И раскидывать ракетки можно даже как бы камеру не переводить. В целом, скиллы, которые в пол кастуются, они могут кастоваться через мини-карту. Хоть Стан Лишака можете попробовать через мини-карту кастовать. Нормально. Качка идет. Первый скилл нажал. Надо хукшот еще нажимать. У него получается весь урон магический с кнопочек. И, соответственно, нейтралки любые, которые усиливают магический урон, будут хороши. Даже тот же Гроу Болл на клыке. Я думаю, пароваться не нужно в магического клыка. Ну, да, до 25-го минуты, конечно. Нейтралки нужны. Шаль. Классная. Вот в этой игре очень много магического врагов. Даже Лина, который дамажит от руки, он дамажит с молниями. Поэтому шаль ждем прям. Пошли снова ракетки в топ. Но потом нужно переодеваться, потому что... Я думаю, у клока потенциала прям быть фулл-мэджиком. Но не так много. Все-таки у тебя есть и так спит, у тебя есть оглушение. Под это можно и поднаковырять. Миксованный клок тоже хорошо. Нажимаем первый скилл в пачку. Полетели ракетки. Успеет еще раз, нет, застанется. Ну, помогдул муслиной. Айцемка динайд, хорош. Ракетки наперед летят. Хочется найти кого-то. Могут забрать. Действительно творца у Лины. Какие-то тупость, что бары... Как странно, он его толкнул. Что бары обкоги не спотыкается. Добегает. Ну, вообще, это странно. По идее, это не должно быть. Не нажимая. Первый скилл клик, не нажимая. Нужно прям постоянно кликать. Этот скилл. Пиликать то, что, скорее всего, вард. На него как раз разбег взяли. Он камер должен чуть выше поднять. Он же видит, да? Барыча. Ну-ка, давай мотнем. Вечность. Я уже устал кликать. Так, возвращается, возвращается. Пять минуты. 19.30. Ровно было. 33. 34. Хорошо, по тенику заехало пару ракеток. Слушай, почти всегда две ракетки залетают. То есть, это прям редкость, если две ракетки не залетают. Ой, ей попал. Еще одна ракетка. Ахатиник там уже в пачку блокируется. Рызиас его давил. Слушай, у них какой-то бесконтактный бой. Клоквер, Козевс. Надо еще Фурион туда. Да, да, Фуриона. Не хватает. Нормально, так можно дамажить. И Блудсикера. Последним героем, чтобы он чисто бегал на ТМС и Тетриард. Вот за ним замечаю. Видно, что не то, чтобы суперопытный. С этим Аганимчиком. Ну, кстати, линзу брать, мне кажется. Ну, чисто на Октарин. Да, ок. Ну, сама линза в наглоке почти ничего не дает. Вообще не бустит. Хукшот чуть-чуть бустит. Я взял части для Монорегена. Чтобы когда было меньше. Помните ли ракетки? Хорошо, они просто отработали сейчас. Ракетки, плюс болт, плюс сплывается. И есть еще одна ракетка последняя. Не хватило, либо вообще не попало. Непонятно было. Есть хукшот по линии. Вот, кстати, очень тоненький хукшот. А там радиус, знаешь, вот не как у Хука. Ты можешь даже нажать, по-моему, в крипа, который стоит перед героем. И ты долетишь, и вроде как можешь застанеть. Тут не точно. По-странному работает. Многие скиллы в доте. Ну, радиус точно должен быть побольше. Именно оглушение. Так, собственно, я не знаю, ультовал он при нажатии аганима. Там же аганим увеличивает... Бонус к радиусу хукшота, да. То есть ты, да, вот с аганимчиком с прожитой способностью точно должен цеплять. Пошла качка. Я думаю, он может фармить еще больше. Нужно стакать постоянно. То есть если выработать какой-то лютый паттерн фарма, и есть подозрение, что на клоке будет блинк еще неплохой, чтобы нажимать первый скилл под аганимом, выкидывать ракетки и параллельно еще блинковаться по кемпам, чтобы с первым скиллом фармить. Постоянно летают ракетки, скипают линии, сложно играть. Такой призрачный шестой герой в тиме. И вот он стакал. Мы посмотрим заодно сейчас, как он будет фармить стакан шей. Долго, быстро. Валетела ракетка, хотя надо было подождать нажать аганимную способность потом. Вообще easy five. То есть тут даже если будет 20 аганим, то он все так же их быстро зафармит. Так что стакать аганим на клоку... Ну, смотрится, да, смотрится сильно. Она подсланила, тут ракетки полетели, куча дэмэджа набивает, но грейфсы руинят. Пайп хороший, грейфсы хороши против такого клокверка. И вы точно нацелены на долгу в игру, потому что 0 тавра дэмэджа у ключника. Зато может вот так вот грязь намудить. По талантам. Давай посмотрим, что может усиливать в теории такого клока. Ну, перезарядка Rocket Flare, да? С аганимом не работает там и так 3 секунды. По идее. Да? Да. Работает просто, когда сам по себе скилл 12 секунд кд. Ну, 14 будет 12. Без нажатия оберклокинга. Снова полетели ракетки. Да нет смысла качать. Смысл есть, потому что оберклокинг все-таки 50 секунд кд шится, и ты больше закинешь просто ракеток. О, там просто альтернатива плохая. 2 секунды перезарядки когов. Ну, зачем? Лабенько как-то. При этом подогоним. Берется битлант на прок первого скилла. На урон, точнее. Да? 119 теперь в секунду. Угу. Ну, объективно, на 10 уровне слабые таланты. Вот что коги, что перезарядка ракетки. Очень слабые. Но очень классные на 20. А что там? Там привязка? Привязка от когов, да. У Фариона, короче, баганая привязка. У Клокка она не баганая. Вот Фарион там некоторых героев закрывает, которых как бы не должен закрывать. А Клоккер, ну, закрывает так, как, собственно, должен закрывать. Не баганая. Она, я не знаю, сбивает ли телепорт. Это привязка. Но у Фариона сбивает привязка. Ну, это круто против Воида, который выпрыгнуть не может. Это круто против Штарма, который, по идее, выпрыгнуть не может. Против таких героев, черт. Дистанционно на Клокке там работает. Он не коннектит. С интересно, с какого он урона наносит, когда всех пятером? Как-то очень мало. Восемьсот урона не может быть. Баг какой-то. Может, нам особо ракетки не закинул туда. Заканчивался скилл. Акторин готов. Перезарядка очень маленькая. Будет сейчас драться? Бара уже разбег на кого-то взял. Не заходите в Рашпит против плаката. Сейчас будет прикол. Без шансов. Постоянно свередет. Помощь. Чтобы зацепить ракеткой. Смотри, он чуть правее лена кидает. Чтобы зацепить ее двумя ракетками. И ну же. Блин, еще одна ракетка. Там еще рубит, блин. Наверное. Ходил перед ним постоянно. Да, он, я думаю, не планировал туда прыгнуть. Хочет себе шарт. Шарт вообще Клокверк очень необычный герой. Концептуально не похожий на многих других. Есть обычные персонажи. Просто топорные. Есть урон. Прыгнул, застанял, убил. Как Свен, да? Самый такой распространенный тип персонажей. Есть вот Клокверк. Джетпак. Просто взлетает над всеми препятствиями. Очень плохо контролируется. Но при этом большой обзор. У Клокверка. На этом Джетпаке. И доп. Скорость передвижения 20%. Можно светить, летать. Подсветил всех ракетками. Ладно, не прошляпить. И параллельно фармит. Мне кажется, то, что нужно делать на Клоке, это постоянно пушить Лайны. Ты просто обязан. Иначе ты плохой Клок. Сейчас непонятно, будет ли драка или нет. Поэтому... А что ему мешает? Уже тпшнуть на какую-нибудь из линий. И просто толкать ее. Вы, конечно, можете быстро фармить лес. Но импакта в своей команде вы дадите больше, если вы будете по КД пушить Лайны. Враги вынуждены будут стягиваться постоянно. Так, здесь телепорт. Здесь хукшот просто на рандом, но я не понимал. Кастуется сразу же оверклокинг. Плюс первый скил. И ракетки уже раскидываются в тюмпайт. Постоянно нужно Грифси кликать. Постоянно нужно на базу бегать. Вон, Дарксир Пайп плюс Грифси. Найс. И на иншайбе бежал. Покачаться. Как раз тут сейчас следующая минута будет. Еще и следующую пачку формировать можно. Еще стакнет их. Найс. А еще можно даже Коги нажимать на иншин. Так, чтобы просто от руки бить быстрее. Ну-ка. Снова запустил ракетки. Уже качает Эджей. Ну, конечно, приятно на это смотреть. Даже как какой-то Савен. Да. Смотрится сильно. Ну, просто применение найти. Знаешь, вот он вообще неконтактный. Хочется, чтобы твой Керри поймал какой-то тайминг и пошел, убил. То есть, может быть, больше эта история о каком-то медовом клаке, нежели. О Клаке. С первой позиции. Ну, с другой стороны, Керри часто долго не в катке. Именно просто фармив. Но хочется больше импакта. Вот, знаешь. Это прикольно. То, что ты можешь все чистить, все пылесосить. Ну, а какой в этом смысл? Если ты потом один димфайт проигрываешь, ты игру проигрываешь. То есть, прыгнем там в твою команду. Вот что ты будешь по 200 ракетками пулять? Но явно нет. Мне кажется, можно поагрессивнее играть на клаке. Но враги как-то пока что не разбегаются по одному. Нажал аганимную способность. В Лину не прыгает, потому что у нее Егис просто заберет тут Барыча. Он коверфлокинг кликнул, но не кликнул. А, нет. У него КД еще 15 секунд. Тоже нужно мониторить обязательно. Столько скиллов. Ты просто посмотри. У него просто базовые четыре способности. Плюс скилл от аганима, плюс скилл от аганима шарда. Очень хорошо, блин, он залетает, блин. И вылетает из когов еще на шардовый, потому что вот как она работает. Замедло сейчас очень большое, потому что и у Дарксира тоже шард присутствует. Все замедляет. Так-то он быстрее на 20% на клаке. В этой кнопке. Оценка там мансит. И еще одна нет, не успевает. Последняя только кинет уже без аганимчика. Так, КД хукшота сколько? 22 секунды на последнем уровне. Нормально. Контролит хукшот сквозь БКБ. И учитывая, что длительность увеличивается на 50 секунд, на последнем уровне 3 секунды контроля просто в БКБ. И есть такой моментик. Если вы кинули хукшот в какого-то чела, но при этом пролетая до этого чела на хукшоте, вы зацепили своей тушкой еще персонажей, то они тоже пространятся. То есть если вы какой-то Клокверк-ювелир, то можно просто простанить несколько героев на 3 секунды сквозь БКБ. Но это, конечно, наверное, тяжело делать. Постоянный скаут-карты, фарм. Крипов, знаешь, не очень много. 213 набить. Но он и приоритет, выкидывая ракетки, не всегда делает на крипов. Он очень часто просто закидывает симфайл, чтобы быть. Ну, да. Буквально в каждом году. Суббота и не фармил. Вообще, в принципе. А можно прям люто раскачиваться. Хороший форстаф. Последняя порция ракеток. И теперь ракетка уже одиночная без оверклокинга. Есть у него. Ее он не тратит. Вот нужно талант на плюс 100 к урону от рокет. Рокетплеера. Это скилл. Так, нападение на теника. Наконец-то хукшот был прожит. Ждет пока. Ну, как же, герой, они все вместе стоят. Ну, задумали, что это бесконтактный бой пошел. Ходжетпаки бы уже полетел, не нажимает пока, что-то лобилку и добивает лину. У них нет керри, у них все керри в команде. Doom фармит, Ember фармит. Zeus тоже подкачивается. Рубик. Как знаешь, пять среднежадных героев. Кабар хочет, ну, правильно. Кажется, что тут так со временем идет к тому, что все вообще герои будут на всех позициях с нетворцами. И рубки будут вообще лютые. Честно, так драк очень много стало. Вспомню, вот когда вот раньше было такое, что на 30-й минуте 36-35 счет вообще. Больше 70 киллов на карте, но раньше такого доза была не такой. Тут плюс. Ну, это круто, это зрелищно. Я думаю, что они осознанно к этому идут. Что вполне вероятно, действительно, и четверки, пятерки как-то тоже по нетворцам поднимать будут. Ну, просто такой моментик, что, ну, уже поднимали. Знаешь, тут грань очень тонкая, чтобы из игры, в которой есть разделение по ролям, не сделать игру просто с пятью одинаковыми ролями. Поэтому, вон, сапиком. Вардики сделали за бесплатно, а псы. Синтри очень сильно удешевели. Дали всем по курьеру. Подняли золото за девардинг. Поэтому, помнишь вообще, саппорта и какого-нибудь здесь еще в 15-м, там, 17-м году, который имеет какой-то нетворц. Сейчас ты смотришь на сапов, там некоторые сапы в коров переодеваются. И все это во многом, вот, потому что баунти есть руны, потому что за ассисты дают, за стаки дают золото. И в итоге сапы-то не такие уж и бедные. Если ты грамотно играешь на саппорте, грамотно реализуешь свой нетворц, стакаешь, девардишь. Так сейчас, да, я же говорю, что они потихоньку идут к этому. Это не постоянно увеличивают нетворц и героев. Я думаю, что сейчас наоборот сделать, знаешь, саппортов, наоборот, вернутся, потихонечку. Квадри, конечно, ну в каждой катке двадцатая минута у чего там форста, стики, какая-нибудь, ну, этот саппорт, который я не особо фармил, аппарат, к примеру. Но не всегда приятно играть против такого. Ну, так круто, на саппортах, конечно, таким образом интереснее играть, но я думаю, что саппиков под дихами. Книжку еще добавили для саппоров. Много-много усиления, да, много усилений. И именно это как раз-таки, мне кажется, сбалансировало эту игру. Именно это убрало возможность корт игрокам высушивать катки. Вот прям, знаешь, как раньше это было, когда ты один просто мог выигрывать игру. Ну да, убил двух саппортов, которых там по полторы тысячи надворца на пятнадцатой минуте, у которых просто голый ботинок и металл. И ничего не делаю. Нормально, наконец-то решил, вот-вот его тайминг, как они думают. Покупка. БКБшки. Ну, мало, быстро заканчивается. Ух, что с этим можно в джетпаке нажимать со спины вот сейчас. То есть вы летите, развернуться сложно, но при этом, что ждете? Заберу, куда? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Перемасывать не будем. Так, иллюзии Рубика, иллюзии Драксира. У кого это, смотри, на две стенки, у кого красивее. У Драксира необычная, и у Рубика в камере. У меня Рубика больше нравится. Да? Ну-ка, я... Ну-ка, наверное. Прикольнее. Ну, все, файтов сейчас не будет. Давай мы отнем. Просто, чтобы не терять время. Даже никто особо и не умирал. Вот мы отни нас. 35, 30, 40 получается у меня. Тут, похоже, файл будет. 35, 40. Так, давай назад. 35, 30. 35, 36, 37, 38. Угу. Вот, как раз есть разбега бары, открывается феникс. Как раз там своих веток, и как раз секунду до Клокер, как Локер, вот. Коннекция драки. И просто съезд. Вот так же. Вот надо оберклокинг нажимать постоянно. Все пошли распушили. Надо фармить нейтральные компы. Ммм. Угу. Угу. Талант. Да-да-да. Я вот тоже обратил внимание. Необычненько. А у Лины просто Silver Age. Может, поэтому? А может, просто... Блин, слушай, ну ты же все ворды чекаешь, получается. Да, ты чекаешь все ворды, но ты в команде с зипсом. Стоит ли так делать? Ладно, если в зипсо не было еще. Ну ты, ты знаешь, удаленно чекаешь, ты можешь со своей половины карты, ты бежишь в квадр-смаке и заранее всю всю карту просто просмотрел. Забирай Лину, вылетай на джетпаке. Сейчас останется, кстати. Нет, не застанется. Номер-клокинг кем-то включен. Ой, ну нужно... Вот я думаю, что вообще это тот самый герой, на котором ты далеко не с первого раза будешь импактить и раскрывать весь потенциал героя. Да даже половину потенциалов. Потому что очень сложно. Задумываешься то, что нажимать постоянно скилл. Постоянно первый нужно подогоним. Героя крайне... Понимаете, непростой. На нем точно нужна практика. Даже там буква... Банально там хукшотнуть героя, отойти на нужное расстояние, да, чтобы оттолкнуть кугами, это тоже достаточно непросто делать. Да, да, да. То есть базово, если вы зайдете, будете играть на кулаке, но вы там будете использовать ну 20-30% там силы героя. от того, что вы же сами можете сделать. Вот опять без оверклокинга нажал первый скилл. Вот даже он уже вроде как играет 40 минут, а первый скилл, допустим, или нет. А, видишь, как оно работает? То есть ты первый можешь заранее подрубать, а потом нажимать агонимный скилл, и у тебя радиус появляется увеличенный. То есть это не ошибка. Не обязательно ждать, пока агонимный скилл откатится, и потом только первый подрубать. Вот, и все это нужно в голове держать, а дота такая игра, ты должен не думать об этом. Это максимум должно у тебя занимать там доли секунды раздумий, и ты должен уже прийти там и выполнять это план на игру. Должно все. Да. Как говорится, с закрытыми глазами. А билды же еще можно. Вот мы просто про героя, говорим, а сколько билдов можно интересных придумать, начиная там от арчидного клока, заканчивая клоком, который там full-fizz урон. Или через e-blade вообще поиграть. Или может быть фикс попробовать. Вот этот герой, у которого билды действительно могут быть абсолютно разные. У него нету какого-то паттерна одного, по которому ты всегда играешь. Да, да. И через VG-радик даже можно попробовать сыграть. VG-рад нет. Агоним, нет, VG-агоним, вот как-то так, если линия сложная, либо просто Агоним, потом Радик, и ты уже такой прям контактный против полюзионистов. Еще больше сприкишь, красный блинг потом купить. То есть можно и Бладстончик потом взять, можно интереснее придумывать на клоке. Утинии, конечно, его плюшки по солидным выглядят, аминька хорошая повесилась. Атинии, как-то никуда. Вылетает на джетпаке, чтобы не застанется, застрял в полете, но все равно Вижен дает, как на Исталкер. Там снова драка. Слушай, дом без бая, барабай бэкнулся, они Рошана. Отдают, получаются? Возможно. Будет дефить еще этот клокник. А вот с этим скиллом работает так, что вот ты третий потратил, потом нажимаешь оверклокинг, и он вроде как не откатывается. То есть не нужно тратить ракетку перед тем, как вы объединили скилл. Иначе ждать очень долго меньше ракеты в целом выкиньте. Спамят, 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 ну вот линии с лайф силом вообще по барабану. Хочется крысить регис. Ну что, с Одесса убить? Кинул в баре эффект которого скиллом импайра, начинает бить, но под вылетел. У него бакбэ сейчас будет. А если он убьет бар, то он может быть в этом. Бар, это проблема. Добарай, что? Ур, конечно, бар и страна работает. Да, он порой кастуется, вот ты увидел на пиксели героя, но перестал видеть, порой он меняется, а порой докастовывается. Рано, скилл, ну и 25 уровень, но хоть тут есть, ну прям хайповая. интервал, так у батарейки, по-моему, это прям приятно, и бакбэшка внутри, тут уже поинтереснее, согласись. Я думал, он лево будет брать, скорее всего. ну наверно, ну да. Если вы физический клок, то право будет поинтереснее. Слушай, ты просто ставишь коги, у тебя эффекты бакбэшка. Да, да, да. Что-то ушло не так, на джекпаке вылетел просто. на физическом сто процентов право интересней. Ну да. Просто закрываешь героя, месишь, никуда ничего сделать не может. Плюс его он выйти не может. Ты же еще берешь талант на привязку. Ну да. Если у тебя есть какой-нибудь башер, вот да. Как пупеха. Я вот смотрел, башер часто покупает на клоке. Сторм, потеряли сторону. Если же проиграет, за то, как понятно, подкатки. Но интервал тоже хорош. Тлант, минус 0,25. Получится, он будет тикать 0,45. Правильно, почтовал пушка очень не работает. 0,25. Ну да. Типа. Все верно. Нормально. Два раза получается за секунду будет тикать и урон будет по 120. По 240 секунды. Ой, как он хорошо ворвался. О, таксиро просто не увидел. Вот, хотел об этом сказать, что я уже, по-моему, когда говорил. Он очень идеально ворвался. До трех героев на пути что-то проставил. Застанял ДС, засанял ценку, при этом еще и теника оттолкнул. Вот сейчас это максимально было реализовано, по-моему. Вот прям на все сто процентов. И это аганим, который радиус дает. На хубшоте. Ну, на бумаге аганим чуть ли не самые сильные в игре. Вот, но что-то как-то редко берут. Корр и кулака. Ну, качка сейчас, конечно, будет еще быстрее. Пойдешь с пушки хеграунд. Ну, они здесь действительно ломать нечем. Вот, я не знаю, кто. Вот какой-нибудь, наверное, леший в миде, да, наверное, будет хорош. Леший, Лина, флэнлиган с биском. Да, да. Темповые герои нужны. Завязывал первый скил, убил пачку, второй пачку скипает ракеткой и при этом поставил проги, чтобы ракет был. Ну, когда база свободна у противника, можно вломать. Думаю уж, знаешь что, что такой клок перестараской хорошо играет и вот тогда ты как бы выступаешь фронтлайнер. Что, если по фанчику просто пульнуть себе Аганим Тараску? Ну, то есть ты пойдешь с первым скиллом за фронтлайнер, ворвешься с фукшотом, ну, просто, надо быть импактным. Аклокер очень статовый герой, Аганим дает статы, там Тараска тоже. С места, если бы вместо Тревелов и Акторина, у него была бы просто Тарасочка. Такой билд был бы неплохой. Может быть. Я не успела слухать. Аклокер. Игорь еще ни разу в катке не подвел у станут обреклопинга. Ну, это тоже еще дополнительный момент, который мониторить нужно. Помимо всех прочих. Нижняя башня сил Тимуна. Даже пакетчик просто вылетел. Ну, Клок, конечно, мемный. Херыч. Попробовать точно ставить. Даже если не хотите играть в ранки, то сыграйте Адранки. Сыграйте Турбо. Да, в Турбо. Сыграйте в Аклеваку. Да, идеально. Турбо режим вообще, кайф. Мне нравится. Быстрый Аганим. Турбо, ну, кто-то играет. Я не играю. Да, когда время просто скатать. Знаешь, когда тебе хочется и поиграть, и у тебя много времени нету, ты просто Турбо заряжаешь так чисто. Я сторонник кастомки. Если времени мало, но хочется поиграть. World Row 3. Поинтереснее как-то, знаешь, чем Турбо. Там своя тема есть. Прикольно то, что все ускорено, а то, что Курьер супербыстро летает. Там немножко геймплей, он отличается от обычной доты. Ну да. По сути Турбо, это тоже кастомка доты. Да, да, да. Так и есть. Кто хочет, кто хочет подобие доты, пожалуйста. Турбачка хочет. Что-то другое, но с механикой доты. Турбачка хочет. Турбачка. Турбачка. Так от тени. Дуал тени и доедалось тоже. Ну как так, лакалон. Как будто бы не очень-то и пробивал. Мало я так зашел. Видимо криты еще мало по блоку попробовали. Хотя герой 3,800 кп. Не так уж и мало. плотный такой армора тоже до хлина я просила судя по всему хорошим 35 фейерверки кстати новогодний чем у меня кокарк ассоциируется вопрос у меня к тебе ты взрываешь проверки нет ты уже все заинтересованный пережил да я в прошлом году не взрывал и позапошлом тоже вот новый год купил пачечку себя я вербающим кстати всех нового года уже то осталось вот уже вот-вот ладно петарды хотя бы ты будешь кидать или тоже нет ну скажем так если кто-то будет рядом кто даст мне эту петарду чтобы ее кинул я ее кинул покупать и не будет вот как прошу вообще ладно бенгальские огни хотя бы обычно бенгальские огни кто-то из девушек зажигает серёг ты чё то ну я имею ввиду там жена и женского пола они тебе дают если что из поднимешь да именно так это и работает огни и все кайф можно кидать да женский полон такой немножко про другое спрашивал виду ты держишь бенгальский год на новый год хотя бы в руках да я все в этой поддержать не против что-то взлетают это ли не больновато уже хекс нулик знаков все еще нажать как все это в голове держать я бы не решился на как играть если честно ну слишком много кнопок и все они конечно с изюминкой эти кнопочки как внезапно какой-то герой у которого как-то очень дохрена кнопок стала раньше ведь не было нижедпад к этого не нет и способности огни на все как-то по-другому работала и он не был героем да не был героем на котором тебе нужно прям много кнопок джать а тут у тебя и артефакты тоже раньше ведь действительно купил брем и все эти 10 кнопкой который ты нажать нужно врываешь ну что 54 51 сейчас посмотрим как он будет пушить с аганимчиком бах 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 а дезольфик вообще ломать нормально будет но ландеры первых калибр повыше нужно взять все герои мертвы и эмбр пришел заставила окошко закрою 2 секунды да кстати вот недавно наткнулся я не помню где я эту игру видел но увидел рубика с аганимом а с догоном максимальным замах просто вот тапочек и догон на рубике и это часто так сильно было и он просто ходил всех шотл с пассивкой усиленной и это было очень круто я хотел найти катку подобную но пока что мне не удалось найти там была одна с догончиком максимально моем так не очень интересная была если попадется мы запишем обязательно это контент это интересно так ну что рашанчик что там в рожане и пресса кстати ну-ка дайте фреш по курку давай бери бери не стесняйся дает да а нет сыра дал рефреш себе оставил рецепта гонима да я рефреш может приложить уже представляет насколько неприятно играть против такого кокверка и зевса в одной команде вышли ну вы вынуждены играть всю игру без движена кажется в такой игре саппортом даже лучше и не тратить деньги на варды просто в какие-то артефакты укладывать потому что но смысл от того что секунду постоит кварт смысла немного единственное что в момент файта vision вставить а так по карте расставлять смысла не особо много то что провар динк да я про то что про игру врать против кокверка и зевца говорю то что сапом даже нет смысла варды покупать и ставить только на файты в момент файта вставить либо знаешь ли не супер-супер крысиные такие что я так понимаю ракетка светит тогда когда она прям долетает то есть когда она летит если он летит мимо варда она разрезает его по моему да не туда это действительно так как-то вижу на вас не будет в комментариях пусть напишет момент полета светит но не знаю был ли такой случай конкретно в этой игре даже не обращал внимание поменим на мини-карту нужно смотреть просто когда ракетка летит вот вроде не было по подарок хочет на новый год а деда мороза предложили бы выбрать ну все в пределах разумного на что ты сам не решаешься потратить денежку но а деда мороза бы принял бы с удовольствием не знаю наверно поездку куда-нибудь куда-нибудь бы поехал отдохнуть забудет от чего отдыхать и ну в том плане что там просто смена обстановки в любом случае освежает но отдохнуть многих игре так ли он нашел ну лифте бкб я раскилл рефреш притянул ее дома же не хватило там сапали рифа рифа шкаф-клорка сработал так что то получается лузовую катку поскольку слушайте действительно все убрают мбр 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 воин его ману почти не осталось но хватает на писты нормальный сервера и галата ультракил рубик амбер красавца соло ану гора погодай а даром погоду рубика актарины станлины талант на кдр вот там каждые 39 закидывал станлины и болт закидывал каждый 38 это твое ладо эмбр 14000 урона вот те эмбр да заката моего раскачегарил ой хорошо блин к сожалению время вышло и рампага не защита но он просто всех убил хорош пока на керри пикать не нужно вот я почему пришел после просмотра это катки ты не керри ты оффлайнер спейстер какой-то будет круто если ты вот в оффлайн взял пока купил себе ранее гоним и просто сыграл чуть более агрессивно все также скипаешь а вэйвы но чаще нажимаешь кукшот много подкачиваешься в принципе играешь агрессивно на керри он может быть но вот явный пример как он с лины и дрался но это было смешно ну да это это битва точно некий игрока некий героя точнее у него немножко другие задачи но когда дополнительного кора вот допустим как сейчас нигма играют хоть играет плохо они пикают там двух у флайнеров себя в свое время по-моему команда энтити с эйберлайтом вот они в 2 оффлайнера играли у них на миде был storm stormer и не вот так вот играли то есть если вы понимаете что у вас жадный мидер лина а еще в оффлайне какой-нибудь doom да можно по фанчику пикнуть клока и поиграть в принципе все может работать все зависит от ситуации от вашего исполнения 75000 нанесенного урона кстати нечестный урон нечестный потому что его тот же в регионе вален там нелетальный знаешь если на войде наносишь 75 тысяч ронда скорее всего ты героев прям уничтожал спасибо всем за просмотр а это был клок вверх всем пока пока